Вот и у меня те же самые ощущения. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. И вот именно поэтому захотелось мне праздника. И когда я углядел в магазине, кусок вот этого вот молоденького поросенка не удержался и купил. Я сейчас подумал, что ерунда какая-то получается. Это вы можете решить, что для меня праздник это обязательно что-нибудь такого эффектного стрескать. А это не так. Но канал-то про кулинарию, поэтому я свою задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам классное праздничное блюдо. По крайней мере идею праздничного блюда. Ну а уж прочие фантики вы как-нибудь сами. Пройдем уже на рабочее место и приступим. Что такое праздник с едой в домашних условиях? Это либо формат шведского стола, либо более формальное мероприятие. Много слишком форматов, правда? Ну да ладно. Про закуски к пивному столу мы с товарищем готовим вам сюрприз. Надеюсь, рано или поздно вы его увидите. А вот про блюдо для более формального мероприятия сейчас расскажу. Это у меня тот самый кусок поросенка, который я вчера замариновал. Запекать его буду на овощной подушке. Подушка будет состоять из лука и квашеной капусты. Займусь луком. Вообще говоря, он для мясных блюд исключительно важен. Но вы, наверное, заметили, что у меня чуть ли не в каждом ролике. Как начистить гору лука и сэкономить при этом кучу времени? Я снимал специальный ролик. Если кто-то пропустил, щелкайте сюда и сюда. А здесь я рассказываю про то, как его нужно нарезать. Не в смысле, как именно нарезать, а какие форматы для каких блюд подходят. Пока я шинковкой занимаюсь, вы можете тщательно изучить процесс маринования поросенка. Вот такой кусман поросенка углядел вчера в магазине. Смотрю, цена вроде нормальная. 6 евро 25 центов за кило. Кусманище потянул на 18 евро. Вообще, в наших краях свинина стоит где-то около 5 евро за килограмм. Все зависит от того, какой конкретно отру. Но здесь поросенок молоденький. Я тут таких еще не пробовал. Надо же когда-то начинать. Поросенок мне достался волосатый. Поэтому придется его побрить. Если вы посмотрели ролик, в котором я разделывал ногу, которую покупал на рынке, это был ролик про буженину. Великолепную буженину. Если кто-то пропустил, щелкайте сюда и обязательно посмотрите. Так вот, обратили, наверное, внимание, насколько хорошо та нога, тот округ был обработан, разделан. Просто идеально. Вот те продукты, которые я покупаю здесь в магазине, мясо, а не на рынке, к сожалению, порадовать такой же чистотой обработки, мягко говоря, не могут. Здесь и кур продают плохо ощипанных. И вот, как видите, молоденьких поросят, тоже небритых. Некоторые зрители сказали мне, что нужно обязательно срезать вот эти вот штампы. Я не делаю это сознательно, потому что если срезать штамп, то повредится шкура. Повредится шкура, соответственно, в этом месте будет слишком активное вытапливание жира. А мне бы этого не хотелось. Ну и хватит, пожалуй. Исходя из моего российского опыта поедания поросят, хочу заметить, что мясо у них достаточно безвкусное. Ну, не успели они еще ароматов набрать, вкусов. Поэтому надо его хорошо ароматизировать. Для этого воспользуюсь розмарином и тимьяном. Они пахнут... здорово пахнут, в общем. А еще, конечно же, много чеснока. Чеснок и свинина отлично сочетаются. Чтобы ускорить процесс маринования, воспользуюсь стандартным приемом. Поиграю в доктора. В качестве маринада будет соевый соус и... Вы слышали такое выражение «свинья в апельсинах»? Вот. Это про сегодняшнюю хрюшку. Смешивать соевый соус и апельсиновый сок буду в пропорции приблизительно один к одному. Соевый соус, соленый, кусок порощенка у меня чуть меньше трех килограммов. Процентов, наверное, 35-40 приходится на косточки и шкурку со слоем сала. Итого мясо в куске чуть меньше двух килограммов. Так что, думаю, примерно 50 миллилитров соевого соуса и примерно столько же апельсинового сока будет в самый раз. Вот так. Теперь перекладываю его розмарином, чесноком, черным перцем. Но перцем только со стороны мяса. Шкурку бессмысленно посыпать. И пусть промариновывается. Наверняка кто-нибудь захочет нашпиговать поросенка чесноком. Естественно, шпигование ускорит процесс маринования. Даже не сколько маринования, а проникновение чесночных ароматов внутрь куска. Но с другой стороны, через эти проколы значительно быстрее и значительно больше будет уходить мясной сок. Поэтому выбирайте сами, что вам важнее. Сочность или время. Мариноваться ему надо хотя бы полтора часа. Конечно же, соевый соус и апельсиновый сок свое дело и за полчаса сделают. Но вот розмарину и чесноку нужно дать времени побольше. В принципе, этот кусок станет только вкуснее, если оставить его в холодильнике вообще на сутки или даже на двое. Вот таким образом все и мариновалось. Сначала налью немного растительного масла. Вовсе не для того, чтобы беречь что-то там от пригорания, нет. А потому что большинство ароматических веществ жирорастворимы. Капуста великолепно сочетается с тмином. Поэтому тмин я сейчас добавлю на самое дно. Ну и черный перец. Следом лук. А затем капуста. Смотрите, что будет происходить. В духовке все начнет нагреваться. Горячее масло пропитается ароматическими эфирами. Затем лук от высокой температуры даст сок. И этот сок, как более тяжелый, выдавит более легкое масло наверх. А масло у нас уже пропитано этими ароматами. И по дороге наверх это масло привнесет свои ароматы перца, тмина в капусту. И это будет здорово. Завершу этот многослойный пирог куском свинины. Конечно же, если томить капусту в чугунке, в толстом слое, если ее можно перемешивать во время готовки, то вот этих вот ухищрений со слоями не надо. Но я-то собираюсь все запекать. Не буду же постоянно вытаскивать из печки блюда, снимать мясо, перемешивать капусту, укладывать мясо обратно, опять убирать в печку. Поэтому порядок закладки слоев и пряностей очень важен. Ну вот, в таком виде я отправлю все в духовку. Только сначала, на первый час, накрою мясо фольгой, чтобы оно готовилось в паровом облаке. Температура в духовке нужна примерно 180 градусов. Я буду использовать термометр. В этом поросенке целая куча костей. Теплопроводность костей значительно отличается от теплопроводности мяса, тем более от теплопроводности сала. Поэтому, чем медленнее будет процесс нагревания происходить, тем более равномерную степень прожарки по всему объему этого куска мы получим. Теперь, что касается самой идеологии праздничного блюда. Для меня, чем меньше в день встречи гостей я проведу на кухне, тем веселее, интереснее и приятнее празднование. Поэтому для таких мероприятий я стараюсь выбирать блюда либо очень быстрые, которые моментально приготовились и можно за стол садиться. Либо вот такие, когда заблаговременно все подготовил, а в день че просто покидал все в латку и убрал в духовку. Час прошел, пора убирать фольгу и настраивать термометр. Подушка из овощей уже прогрелась и ароматы заполняют всю кухню. Загоню щуп термометра в самую середину. Такой вот термометр я разыгрывал вот в этом конкурсе. И надеюсь, что к сегодняшнему дню подавляющее большинство из вас уже обзавелось этим на редкость удобным девайсом. Очень полезная штука. Судите сами. Для приготовления стейков правильной прожарки нужен термометр. Чтобы запечь мясо, курицу или индейку и гарантированно не пересушить их, нужен термометр. Собрались готовить карамель? Нужен термометр. Собрались побаловать себя варено-копчеными изделиями, сардельками, сосисками домашнего приготовления или домашней колбасой? Опять нужен термометр. Конечно, мне тут же возразят, что опытные повара обходятся без термометра. Так ведь то опытные. Естественно, если любого из нас отправить на недельку, а то и на две, на стажировку в ресторан, чтобы на стейках там постоял, то можно научиться и без термометра. Но положа руку на сердце, можете ли вы про себя сказать, что у вас всегда получается мясо идеальной прожарки? Действительно идеальной. Даже у профессиональных поваров и то случается брак. Что ж тут говорить про домашнего кулинара? Поэтому для меня вот такой инструмент – мощное средство резко уменьшить количество багов. Хотя чего я вас убеждаю? Действительно, смотрите сами. Хотите – продолжайте готовить на глаз, а хотите – ищите подобного типа девайса на eBay, на Амазоне или на Алиэкспрессе. Вот, смотрите, все готово. Поросенок был совсем молоденький, поэтому шкурку я не снимал. Думаю, нет нужды расписывать все вкусы и ароматы этого блюда. Или есть? Посмотрим, что там с сочностью. Считаю – отлично. Запахи стоят совершенно великолепные. Я обожаю тушеную капусту. Она пропитана всем этим ароматом свинины. Но, однако, хватит болтать. Дайте уже попробую. Тает во рту. Буквально тает. Совершенно невыобразимый вкус. Вот этот вот маринад, апельсин с соевым соусом. Апельсин, как таковой, не чувствуется. Но очень-очень мягкий вкус. И, ну, это поросенок. Поэтому ощущение, как будто положил в рот кусочек масла. Он расползается просто весь на части. Великолепные просто ощущения. Великолепные. Нет слов. Попробуйте это приготовить. Вам однозначно понравится. Я еще один кусочек утащу, с вашего позволения. Посмотрите. Мясо трепещет буквально. Уникальное сочетание. Шкурка нежная, мягкая. Очень хорошо. Капусточка. Вся пропиталась мясным соком. Потемнело. Великолепно. Только я вот сейчас думаю, что капусты можно было бы побольше положить. Очень она хорошая получилась. Просто изумительно. Вот и все на сегодня. Понравилось? Ну, вы знаете. Думаю, что праздник с таким вот блюдом на столе обречен на успех. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!